Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В Костюковичском районе Могилевской области Там на железнодорожном переезде Столкнулись грузовой состав и легковушка Три пассажира машины Среди которых беременная женщина Погибли на месте А за жизнь трехлетнего мальчика Сейчас борются врачи Второе жуткое ДТП произошло в Гомельской области Где при лобовом столкновении двух больших грузов Погиб один из водителей Наши корреспонденты с мест ЧП Именно на этом железнодорожном переезде Около агрогородка Новая Самотевича Костюковичского района И произошла эта страшная авария По неизвестным пока причинам Водитель легковушки Проигнорировал запрещающий сигнал семафора И выехал на железнодорожное пути Где и произошло столкновение с грузовым поездом От удара машина превратилась в груду металла Поэтому шансов у тех, кто находился внутри Почти не было Больше повезло лишь трехлетнему мальчику Сыну погибшего водителя Однако до сих пор за жизнь ребенка борются врачи Ребенок сейчас находится в реанимации Сегодня опять созван консилиум областных специалистов И будет решаться вопрос о переводе его В Мудилевскую детскую областную больницу Трагизм ситуации в том, что в злополучной машине Оборвались жизни жениха и невесты К тому же 17-летняя девушка Была на пятом месяце беременности Совсем скоро они планировали сыграть свадьбу Поверить в то, что ребят больше нет Односельчане до сих пор не могут Данная трагедия это очень скорбно, больно Для всех жителей поселка И особенно для нас, для педагогов, которые знали Вику О водителе тоже ничего плохого люди не говорят Известно, что у него остались жена И еще двое маленьких детей Но в марте этого года он был лишен прав на 5 лет В декабре 2013 года погибший водитель Получил водительское удостоверение категории Б Но уже в марте текущего года Был лишен этого водительского удостоверения За дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими людьми Следствие уже выяснило, что светофор на момент аварии был исправен Но впереди еще несколько экспертиз Относительно технического состояния машины И наличия алкоголя в крови у водителя Возбуждено уголовное дело Как выяснилось позже, последствия этой страшной аварии Могли быть куда более серьезными Ведь состав, буквально разорвавший легковушку Перевозил порох и химические кислоты В дорожно-транспортном происшествии на трассе М-10 под Гомелем Погиб один человек Дым от пожара, возникшего в результате столкновения Двух большегрузных автомобилей Был виден за десятки километров Услышали сильнейший взрыв Думали, что какая-то бомба Оказалось, что встречная машина Врезалась в фуру, прямо в бак ему Ну и говорят, что водитель сгорел заживо один Первые видеоролики происшествия в сети интернет Появились спустя считанные минуты после взрыва Любопытствующих на оживленной трассе оказалось предостаточно Выживший в аварии водитель сетует на человеческое равнодушие Проезжавшие мимо водители даже не пытались помочь Они лишь снимали пожар на мобильные телефоны Все нормально было Я не мог это все определить Я сбросил скорость В метрах 20 он резко Мне на полосу выезжает Куда мне деваться Он решил объехать мотоблок Да Нет, что вправо ему свернуть Ему вообще надо было по идее, по правилам Остановиться и пропустить меня А он мне на лобовую А мне куда деваться Я резко рулял вправо и ухаживаю Он меня догоняет Он в угол рейфа мне бьет И меня слаживает Пробивает бак, взрывается бак И начинается пожар Спасти водителя грузовика, выехавшего на встречную полосу движения Было невозможно Огненная волна после взрыва бензобака Было такое, что накрыло не только фургон Но и проезжавший в 10 метрах внедорожник Потушить легковой автомобиль Владельцу удалось самостоятельно Грузовики же тушили Сразу несколько подразделений спасателей По факту гибели человека Возбуждено уголовное дело Для того, чтобы установить точную причину Случившегося Назначен целый ряд экспертиз Смерть водителя могла наступить От полученных механических повреждений Тупым предметом При столкновении с другим автомобилем А также от отравления продуктами горения И полученных ожогов От последующего пожара Обе трагедии И в Могилевской, и в Гомельской области Объединяет тот факт Что погибшие водители Ранее попадали в поле зрения Госавтоинспекции К сожалению, как показывает жизнь Даже лишение прав Не может уберечь невинные жизни Александр Добриян Ирина Недобоева Виталий Раскопов И Сергей Вишневский Телекомпания СТВ Белорусские депутаты Приняли законопроект Об амнистии к 70-летию Победы В двух чтениях Работа над документом Велась при личном участии президента В число тех, кто может покинуть досрочно Как говорится, места не столь отдаленные Попадают более 2000 сужденных Еще около 700 Имеют возможность освободиться Из учреждений открытого типа Также предусмотрено уменьшение срока наказания В целом же под амнистию В честь 70-летия Победы Попадают более 8500 сужденных Евгений Горин об умении прощать А также о тех, кому на досрочное освобождение Рассчитывать не стоит Хорошая и, может быть, отчасти счастливая новость Для 8500 людей, находящихся в местах Не столь отдаленных Пришла из овального зала 13-го числа Депутаты сразу в двух чтений Приняли законопроект Об амнистии В связи с 70-летием Победы В Великой Отечественной войне Конечно, нельзя сказать, что абсолютно все сидельцы Попадающие в поле действия нового документа Освободятся Точно не стоит рассчитывать на амнистию Лицам, совершившим особо тяжкие преступления Как и изготовителям, распространителям наркотиков Под амнистию попадают только те люди Которые употребляли наркотики Все те, кто занимался распространением Кто занимался изготовлением Те под амнистию не попадают Категории какие? Во-первых, люди, достигшие пенсионного возраста Инвалиды Участники чернобыльских событий Участники боевых действий На территории других государств Несовершеннолетние, беременные женщины По медицинским показаниям Больны туберкулезом ВИЧ-симфицированные Вот те основные категории Которые будут подлежать амнистию По амнистии прошлого года В связи с юбилеем освобождения Беларуси От немецко-фашистских захватчиков На свободу досрочно вышли около 2000 человек Еще 2500 в 2014 сократили срок наказания на год Эти данные свидетельствуют о том, что здесь очень важны факторы тяжести преступления А также раскаяния и исправления осужденного Решение индивидуально принимается в каждом конкретном случае В пользу того, что вышедшие на свободу по амнистии Граждане существенно негативного влияния на криминогенную обстановку не оказывают Подтверждает и информация Министерства внутренних дел Рецидив практически колеблется от 24 до 28% В разные годы по-разному Строже стали амнистии в отношении очень широкого круга лиц И перечня статей Уголовного кодекса Относящегося к незаконному обороту наркотиков И в отношении лиц, совершивших половые преступления с несовершеннолетним Проект закона устроен не по принципу понять и простить А предусматривает учет амнистируемых И даже оказание им помощи в бытовом устройстве, поиске работы Сейчас документ по регламенту направят белорусским сенаторам в Совет Республики А затем подпись должен поставить глава государства Евгений Горин и Максим Суцукевич, телекомпания СТВ Сегодня же депутаты приняли во втором чтении Пакет законопроектов об альтернативной службе Накануне в них были внесены некоторые корректировки Например, по аналогии со срочниками Для альтернативщиков предусмотрели возможность В случае необходимости бесплатно получать лекарства А также право оставаться в очереди нуждающихся В улучшении жилищных условий в течение всей службы И еще год после нее Напомним, что альтернативную службу в Беларуси Планируется ввести только для тех, кто не может проходить Срочную службу в армии по религиозным убеждениям В каждом индивидуальном случае этот вопрос будут решать призывные комиссии Наверное, говорить о количестве еще рановато Но я думаю, что это будет не более 100 человек в год Если говорить о работоспособности данного закона Я скажу только одно, что в Германии данный закон был принят в 60-х годах И он постоянно совершенствуется И мы должны понимать, что данный законопроект Он новый для нашей республики И, конечно же, по истечении определенного времени Мы будем мониторить, будем рассматривать И если будет необходимость Мы будем вносить изменения и дополнения в данный закон Тем временем около 10 тысяч военнослужащих Чьи убеждения не помешали им выполнить свой воинский долг В этом году покинут свои части Так уже сегодня со знаменем подразделения прощались солдаты и сержанты 38-й отдельной мобильной бригады Что в Бресте И прощались нестандартно Подробности расскажет Юлия Бешанова То, что положено, то и должно храниться в тумбочке Здесь есть специальный список То, что может храниться Всего за несколько часов до увольнения в запас Александр Козловский собирает свой скромный багаж В рюкзаке лишь разрешенный по уставу минимум Теперь же бывший военнослужащий уверяет За полтора года службы научился жить без излишеств Зато приобрел четкое понимание Армия не просто школа жизни В государстве должна быть боеспособная армия Должно быть престижно служить События в Украине показали, что сильная сплоченная армия – залог безопасности На гражданке, говорит Александр, армейская дисциплинированность будет как нельзя кстати Агроном по профессии молодой человек намерен сразу включиться в битву за урожай В новую жизнь, говорят ребята, обязательно возьмут суровые десантные законы Четкая строгость коробок и чеканный шаг – особая гордость брестских десантников Безукоризменную выправку они совсем недавно демонстрировали на параде в честь юбилея Победы Сегодня парадными расчетами в Брестской крепости бойцы прощались со знаменем части Получили мы здесь все десантную закалку, которая останется у нас на всю жизнь Мы получили здесь настоящую мужскую дружбу, которая также будет с нами на долгие-долгие годы Служил в армии – это школа для мужчины Мы получили навыки бойца, навыки защитника Это постоянные выезды, постоянное учение, подготовка в полевых условиях солдат Прощание с боевым знаменем, уверяет Дембеля, ритуал, который подводит черту всему сделанному за армейские полтора года Сегодня в запас уволены 350 квалифицированных армейских специалистов Готовых при первой необходимости встать на защиту Отечества Там привыкли дома родители, мама, папа Здесь самостоятельность – это раз Второе – это все те задачи учебно-боевые, которые они выполняли Много было задач этих, ну то есть сделало их, закалило, скажем так Как-то не совсем по-другому относятся четверо к жизни Я думаю, что это достойное будет наше будущее нашей страны Уже в ближайшее время на место выбывших в новую жизнь солдат в строй станут новобранцы 15 мая в бригаде ждут пополнения Кредитные ресурсы Китая для Беларуси комфортны по срокам и стоимости Об этом сегодня заявил премьер-министр Андрей Кобяков На встрече с председателем правления Государственного банка развития Китая Глава правительства отметил, что сейчас в работе находятся 4 кредитных соглашения На сумму свыше 800 миллионов долларов Над новым механизмом привлечения долгосрочных финансовых ресурсов Обе стороны начали работать еще в сентябре прошлого года Речь об открытии 15-летних кредитных линий для двух крупнейших белорусских банков На сумму до миллиарда долларов Во время визита председателя КНР Сидиньпина Одно из таких соглашений было подписано Цель нового механизма – предоставление белорусским организациям Длинных ресурсов под комфортную ставку Для реализации эффективных и влетокупаемых инвес-проектов При этом значительно упрощена процедура их получения Мы очень рассчитываем, что новый механизм, новый уровень Кредитового сотрудничества с Госбанком развития Китая Послужит во благо нашим странам Искренне благодарю вас и правительство за оказанную поддержку Хочу заявить, что между Китаем и Белоруссией Исторически большая дружба и высокий уровень экономического взаимодоверия И в последние годы всестороннее партнерство между нашими странами Очень успешно развивается на основе взаимовыгоды и равенства Визит главы КНР в Минск – одна из наиболее обсуждаемых тем в мировой прессе В самом Китае свежие газеты сегодня вышли с заголовками, посвященными переговорам в Минске А ведущие китайские телеканалы открывают с этой темы свои выпуски новостей Никаких трудностей перевода в материале Анастасии Иванниковой Каждый день китайские журналисты следили за новостями из Беларуси Которые потом облетали без преувеличения весь мир Китайские СМИ еще и сегодня пестрят заголовками Специальные репортажи, обзоры, очерки и даже материалы с пометкой «Эксклюзив» Не исключение и аудиовизуальные СМИ Центральное телевидение Китая – главная телекомпания КНР Самая влиятельная и популярная телеаудитория почти полтора миллиарда человек Охват около 150 стран и регионов Именно здесь все подробности Как в аэропорту Си Цзиньпина с супругой лично приветствовал у трапа самолет Александр Лукашенко Какой доверительный и конструктивный диалог состоялся у лидеров двух государств уже во Дворце Независимости Как президент Беларуси и председатель Китайской Народной Республики Вспоминали героическое прошлое двух народов и поздравляли ветеранов И как за три дня пребывания главы КНР в Минске подписали полсотни соглашений Причем диалог наладили на самых разных уровнях Эти кадры сегодня уже стали историей В качестве главы КНР в Синеоку Си Цзиньпин приезжает впервые Да и сам формат визита государственной говорит о многом Первый по сложности организации и рекордный по числу строго регламентированных деталей Совершить его в ту или иную страну лидер может лишь единожды за все время своих полномочий Не так часто китайское руководство посещает в столь представительном составе государство Визит носит принципиальный исторический характер не только для Республики Беларусь Но в целом для всего региона То, что нам необходимо в первую очередь, это научно-техническое сотрудничество Это создание высоконаучных производств Лидеры двух государств тепло приветствовали друг друга, словно встречались добрые друзья Галстуки практически тон в тон, общение в расширенном и узком составах Разговоры о двустороннем сотрудничестве и о международной повестке дня Но это сначала, далее последовали уже конкретные договоренности Охват колоссальный от сотрудничества научно-технического до культурного Говорили и о дружбе между регионами Проекты взаимовыгодные, общий потенциал около 18 миллиардов долларов Предоставила китайская сторона и кредиты Был заключен договор о дружбе и сотрудничестве Это что важно, такой договор, в рамках которого сотрудничество будет развиваться Потом был весьма выгодный заключен договор по предоставлению кредитов Республике Беларусь Существует такой проект, очень крупный, называется китайский, это там шелковый путь В рамках которого будет развиваться сотрудничество между государствами Евразийского Союза и Китая Сегодня Беларусь и Китай объединяют многое В первую очередь многочисленные проекты Самый значимый, китайско-белорусский парк «Великий камень» Название этого индустриального центра словно символ надежности и дружбы Кстати, именно эти принципы лежат сегодня в основе двусторонних белорусско-китайских отношений Прошедший визит тому подтверждение Итак, общий портфель договоренностей по итогам визита Сидзинпина в Минск Составляет около 18 миллиардов долларов А сколько проектов уже в работе, причем в самых разных сферах От производства полимерных добавок для дорожного покрытия и сверхточных лазеров И что примечательно, за каждым из них стоят обычные люди Студенты, ученые, простые рабочие С ними и встретилась наш корреспондент Ольга Коршун Здесь, в нашем институте Конфуция по науке и технике Вы можете и увидеть портрет великого китайского философа, мыслителя, писателя, мудреца Конфуций вдохновляет белорусских студентов В первую очередь на изучение китайского языка В Белорусском национальном техническом университете Институт Конфуция открылся в октябре прошлого года Он стал третьим в нашей стране А всего в мире действует около 600 таких учреждений образования Но только здесь изучает технический и научный китайский Люн Сюе обучает наших студентов уже более полугода Говорит, что белорусам легко дается китайский Но ее покорило даже не усердие учеников, а наше гостеприимство Мне было очень приятно, когда в мой день рождения все начали меня поздравлять Это был настоящий сюрприз Для большинства моих студентов учеба проходит легко Но в нашем языке несколько десятков тысяч иероглифов Белорусу достаточно выучить 600 иероглифов, чтобы освоить разговорный уровень Антонина изучает китайский уже несколько месяцев Знания на практике она собирается применить уже в ближайшее время С открытием китайско-белорусского индустриального парка Потребность в таких специалистах возрастет в разы Да уже и сейчас есть необходимость Только БНТУ реализует десятки совместных проектов Прибыль от такой деятельности вполне ощутимая от полумиллиона долларов в год Наибольший интерес проявляют провинции и регионы Китая Которые сейчас находятся на шелковом пути Это еще один масштабный китайский проект В котором ключевую роль отводят и Минску Китайцы заинтересовались выращиванием клюквы И наши селекционеры поехали туда И они помогают им осваивать и выращивать Не только, например, картошка, что тоже есть Прежде всего китайцев интересуют Это новые материалы, биотехнологии Все больше и больше они интересуются вопросами экологии Такая система сейчас белорусскими учеными создается в Антарктиде Китайцы к нам обратились, потому что мы делаем именно хорошие лазеры Анатолий Чайковский и Максим Богданович Совсем не лирики, это наши физики Максим недавно вернулся из Китая, где устанавливал белорусский лидар Это оборудование, которое в первую очередь помогает решать экологические проблемы Густонаселенный Китай очень часто окутывает смог Белорусский прибор способен заметить даже самые малейшие частицы в атмосфере Такие лидары работают и в космосе Есть и более приземленные совместные проекты Например, при укладке этого асфальта на проспекте независимости Использовались специальные полимерные добавки Это разработка белорусских ученых Но оборудование для выпуска таких добавок поставили именно китайские партнеры Специалисты говорят, что такое дорожное полотно более долговечно Эти добавки укрепляют асфальт А вот такие совместные проекты, безусловно, укрепляют белорусско-китайские отношения Ольга Коршун, Андрей Кульгавы, телекомпания СТВ Сделано в ЕАЭС или товар таможенного союза Подобная маркировка уже в ближайшее время может появиться на товарах, произведенных на территории стран Четверки Об этом сегодня в Минске сообщил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский Продукция с таким знаком будет соответствовать всем регламентам Евразийского союза И беспрепятственно перемещаться по странам таможенного союза К тому же это позволит производителям ЕАЭС конкурировать на рынке третьих стран Мы сегодня активно комиссией лоббируем вопрос маркировки товаров То есть мы не возражаем против того, что вот мы сделали в Беларуси По крайней мере я как человек, который занимался маркировкой здесь, вы помните, мы ввели наряд товаров народного потребления Мы ввели маркировочные знаки, акцизные эти самые марки, аналогичные акцизные марки Такую же политику мы сейчас проводим А вторая тема это производство у нас, на наших предприятиях Евразийского экономического союза Продукции, которая была бы маркирована, товар сделан в Евразийском экономическом союзе или товар таможенного союза Мы еще пока, так сказать, об этом решаем И в продолжение темы качества, но уже в ином ракурсе Речь об индустрии моды В то время как наши дизайнеры весьма активно покоряют мировой подиум Одежда, сшитая на белорусских предприятиях, находит своего покупателя не так быстро, как хотелось бы Сегодня в Минске стартовал ежегодный республиканский фестиваль «Мельница моды» Ну а для нашего корреспондента Илеонора Лутовича он стал еще одним поводом найти ответ на вопрос Так что же мешает отечественному лекпрому выйти на подиум? Шить одежду Наталья решила с раннего детства Поспособствовала работа папы Маленькая девочка, ей не раз приходилось бывать в магазинах тканей С возрастом любовь к разноцветным лоскуткам переросла в авторские коллекции Это лен, наш белорусский цветной, опять-таки, это все хлопочек Ну и наш белорусский трикотаж, вот полосочка Он очень, кстати, хороший После каждого показа я продаю все свои вещи У меня нет, конечно, магазина, есть свои покупатели Сейчас Наталья работает на детской коллекции одежды Возраст клиентов девушку не смущает Несмотря на определение начинающие, у дизайнера уже есть свои постоянные клиенты Благодаря их заказу Наталья может позволить себе участие и в благотворительных проектах Прямо с подиума ее морская коллекция отправится в детский дом Не удержалась, решила помочь Наталье в создании ее новой коллекции Конечно, серьезную работу мне не доверили Вот, ну, нанести белый горох разрешили Наталья, смотрите, как бы я ничего вам тут не испортила Сюда? Да Ну вот, маечка готова О том, как сделать хобби работы, сегодня думают многие начинающие модельеры Открыть собственный магазин, работать над созданием уникальных и эксклюзивных вещей Это, конечно, уровень Но за подобными достижениями в модной индустрии стоят немалые деньги и годы работы Для начала воплотить свои идеи в жизнь Свободные художники могли бы попробовать на отечественных предприятиях по пошиву одежды Тем более, что спрос на подобные услуги с каждым годом растет Всегда придерживаюсь такого мнения, что необходимость движет миром Когда предприятию станет необходимо привлекать нового дизайнера Расширять какую-то линейку То они начнут шевелиться и делать это Заполучить именитого дизайнера предприятию по пошиву женской одежды удалось на одном из показов После нескольких дней общения и переговоров Айплатов возглавил дизайнерский отдел фирмы С тех пор целевая аудитория компании заметно помолодела На лицо сегодня перемены и в финансовом отделе Продажи у нас в этом году увеличились В первую очередь нас интересует дизайнер, который может создать коллекцию Которая будет представлять коммерческий интерес И с этой точки зрения молодых дизайнеров можно рассматривать как перспективных То есть мы можем с ними их взять, можем с ними работать Но ведущим дизайнером должен быть человек состоявшийся О необходимости перемен в сфере белорусской индустрии моды Сегодня говорят уже не только дизайнеры, но и производители Те, кто готов к переходу на новый уровень работы, ищут ценные кадры Тот, кто с привлечением новых идей и решений не торопится, довольствуется тем, что есть Ровным счетом, как и молодые дизайнеры, которые не горят желанием идти работать на фабрике Вопрос, как найти компромисс между творческим порывом дизайнеров И выпуском товаров народного потребления, пока остается открытым Элеонор Лутович, Александр Бутрим, телекомпания СТВ Уже через несколько минут в нашем эфире столичные подробности Ну а в 22.30 моя коллега Екатерина Забенько подведет итоги дня Всего доброго!